На календаре января в Запорожском городском детском ботаническом саду весна. Многие растения зазеленели и расцвели благодаря непривычно тёплой погоде. Как выглядит ботанический сад зимой, видела Евгения Маловик. Находясь в Запорожском ботаническом саду, кажется, что на улице март месяц. Обманчивое тепло, которое всё ещё держится в городе, повлияло на здешние растения. Поэтому они активно расцветают и зеленеют. Набухли почки у магнолия, которая весной обычно превращается в самое красивое украшение сада. То же самое с кустами сирени и пиона. Комфортно чувствуют себя и многие цветы. Ещё с осени цветёт примула, радует глаз декоративная капуста. Но больше всего работников ботанического сада удивила фиалка, которой не свойственно цвести зимой. В этом году она предстала во всей красе перед Новым годом. А вот цветение калины душистой. Обычно такое можно увидеть лишь в апреле. Вчера, когда приходили посетители, мы видели ещё бутончики, вот так распускаются, как набухают почечки. А сегодня даже мы увидели несколько цветочков. Вчера ещё этих цветов не было. Такое необычное цветение в Запорожском ботаническом саду наблюдается далеко не каждую зиму. Но нынешние погодные условия благоприятствуют этому небольшому чуду. Посетители приходят, чтобы полюбоваться природой. Правда, самим растениям преждевременное цветение может нанести вред. Если длительное время необходимое для вегетации данного растения тепло, то, естественно, наступает период вот этой вегетации, как-то набухают почки, почки распускаются. Но, к сожалению, мы же знаем, что всё равно придёт зима. Будет очень холодно. И поэтому для растений это не совсем хорошо. Конечно, это для растений нехорошо. Что в весенний период цветение будет не такое яркое, не такое красивое. Безусловно, будет цветение, но намного скромнее. Судя по прогнозам синоптиков, такие тёплые зимние дни вскоре сменятся морозными. Со следующей недели обещают похолодание. А это значит, что цветение растений остановится. Им придётся ждать настоящей весны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова